Как известно, импрессионизм – это французское направление изобразительного искусства. Впрочем, импрессионизм также проявился в литературе и в музыке, но это не тема нашей сегодняшней лекции. Вообще, вторая половина XIX века, ну а если быть точным, 60-е годы в Европе и в России были весьма бурным в области новаторских каких-то движений и достижений среди художников. Так уж произошло, что старая академическая школа перестала удовлетворять художественные запросы молодых художников. И в разных странах художники стали искать новые пути развития живописи. Франция, может быть, благодаря невероятно красивой природе, колориту, солнцу сподвигла мастеров кисти делать различные открытия и исследования в области цвета. И вот здесь мы приходим к самому важному и интересному моменту, чем картины импрессионистов будут отличаться от художников других стилей второй половины XIX века. Что породило такой конфликт между представителями, казалось бы, одной страны? Дело в том, что весь XIX век в моде был академизм. Это достаточно строгие правила построения рисунка, композиции и использования цвета. Когда цвет использовался условно, то есть светлые, темные стороны записывали по определенной схеме. Но импрессионисты... Вообще, кто такие импрессионисты? Для нас сейчас, если мы посмотрим на фотографии того периода, уже конца XIX века, мы увидим фактически метра в живописи. Но ведь когда-то и они были молодыми художниками. И они видели вот это все многообразие красок, окружающей действительности. Им казалось совершенно невозможным уже для себя писать так же скучно, как это делали их старшие товарищи. И они вышли на пленэр. Сейчас еще одно интересное слово. Пле-нэр. Слово французское. И переводится как «живопись на открытом воздухе». Справедливости ради стоит отметить, что уже предшественники импрессионистов выходили на пленэр и писали картину непосредственно на природе, а не в мастерской. Но импрессионисты пошли дальше. Они начали писать картину от начала до конца, стоя на красивой лужайке под белым большим зонтом и не придумывая цвета, а именно списывая, отображая их из окружающей природы. Вот так родился самый важный момент для импрессионизма. Это, во-первых, впечатление. Кстати, слово «импрессионизм» с французского так и переводится «впечатление», потому что художники ставили своей основной задачей – передачу впечатления от окружающей действительности. Большая часть художников-импрессионистов посвятила свое творчество пейзажной живописи, но далеко не все. Можно вспомнить прекрасных мастеров Ренуара, Дега. Для этих мастеров главной натурой был человек, человеческое тело на природе или в интерьере. Но, конечно, вспоминая импрессионистов, мы в первую очередь вспоминаем и одного из родоначальников направления – художника Клода Мане. Сейчас за моей спиной представлены одни из известнейших полотен мастера. Какой интересный метод разработал Клод Мане и почему его считают не просто импрессионистом, а одним из самых выдающихся представителей стиля. Клод Мане пошел дальше остальных в разработке вот этой уникальной цветовой теории. Что же делал художник? Художник посчитал, во-первых, что необходимо полностью отказаться от использования черной краски. Да, это действительно так. Если вы будете ходить вдоль полотен и внимательно рассматривать их, то вы не увидите черной или даже какой-то темной серой краски. Потому что Клод Мане справедливо замечал, посмотрите, в окружающем нас мире черного цвета нет. Потому что что такое черный? Это отсутствие цвета. И стоит ли использовать краску, если в природе черный мы не встретим? И, соответственно, можно добиться вот этого богатого совмещения цветов и оттенков чистыми яркими цветами. Плюс к тому художник Клод Мане использовал очень интересный технический прием. Это визуальное смешение цветов. Он брал на кисть краски достаточно ярких, сочных оттенков. И мазки чередовал друг с другом. Зеленые и желтые, условно говоря, голубые и розовые. Поэтому, когда зритель отходил вдаль от картины, то в нашем, вернее, зрительном поле происходит вот это визуальное смешение цветов. И мы уже не видим конкретные мазки каких-то цветов, а видим более сложные цвета третьего порядка. И вот это тоже очень важная характеристика импрессионистов. Импрессионисты изобрели технику раздельного мазка, раздельного положения цвета и уже потом визуального смешения. Потому что до этого художники подбирали нужный оттенок на палитре, подчас очень долго его смешивая, а потом уже переносили на полотно. Импрессионисты же считали, что наш мир многообразен и в нем присутствуют как раз сочные яркие цвета. И вот это богатство оттенков мы видим благодаря оптическим иллюзиям и оптическим смешениям. Поэтому импрессионисты наше естественное визуальное зрение постарались воплотить на своих картинах. Также хотелось бы отметить, что художник Мане в основном работал сериями. Ему было очень интересно смотреть, как в результате смены освещения утреннего, вечернего, дневного будут меняться краски, скажем, на поле, на стогах сена, на заборе или на домах. Одна из самых выдающихся серий художников в этом направлении – это, конечно, работа «Руанский собор». Он пишет фасады Руанского собора. Серия достаточно крупная, он много над ней работал и создал различные колористические варианты Руанского собора. Сейчас на выставке представлено одно из полотен. Надо отметить, что и другие пейзажи Мане часто представлены серийно. Художник приходил на одно и то же место раз за разом и наблюдал, как меняется освещение, как меняются блики, то есть это самые светлые места. И самое главное, еще импрессионистов иногда называют живописью рефлексов. Что такое рефлекс? В живописи – это отраженный свет и отраженный цвет. Действительно, если мы с вами посмотрим, то увидим, что все пронизано вот этими дополнительными оттенками, которые так ярко окрашивают нашу жизнь. Но я упоминала о том, что не только художник Клод Мане был ярким представителем импрессионизма, и не только пейзаж был излюбленным жанром и направлением среди художников. Мы можем вспомнить еще замечательных других мастеров, например, Эдгар Дега. Художник Эдгар Дега писал маслом не очень часто. Он представитель несколько иного направления. Он работал в основном пастелью. Мы называем таких художников художники-пастелисты. И даже человек, наверное, далекий от зрителя, помнит и знает одну из самых известных работ художника – «Голубые танцовщицы». Но если внимательно рассмотреть творчество мастера, то можно увидеть, что большая его часть картин посвящена прекрасному миру театра, танца и балета. А главные героини его работ – это танцовщицы и просто прекрасные женщины. Почему же так произошло? Почему художник Эдгар Дега практически не пишет пейзажи? Хотя, впрочем, иногда пишет скачки. Но он был любителем конного спорта. Эдгар Дега также в силу, кстати, своего здоровья не мог подолгу находиться на открытом воздухе. Поэтому живопись на пленэре, к сожалению, ему не была доступна так, как другим художникам. Но он нашел решение. Ведь свет бывает естественный, то есть солнечный, и свет бывает искусственный. И искусственный свет не менее интересен и прекрасен. И вот это декоративное освещение, театральные рампы так увлекло художника, что он посвятил свою творческую жизнь как раз исследованию искусственного цвета, цветного искусственного цвета в интерьере, на своих прекрасных моделях. Так что, вот видите, импрессионизм – это вовсе не пейзаж. Художники-импрессионисты, в принципе, могут брать любой сюжет, пейзаж, портрет. А вот и портрет. Художник Ренуар – один из самых известных французских импрессионистов и портретистов. Пожалуй, самая выдающаяся его работа в этом жанре – портрет певицы Жанны Самари. Здесь мы познакомимся с другой работой художника. Вы знаете, как признавался Ренуар? Еще будучи ребенком, я полюбил женщин. Их прекрасные пластику, тел, грацию. И художник считал, что именно женское тело, как одетое, так и обнаженное, это самое прекрасное, что может быть в жизни. И это единственный, пожалуй, такой идеал для художника. Поэтому он рисовал и писал своих моделей, которые сидели в небольших уютных парижских кафе или гуляли по не менее прекрасным французским паркам, залитым с пятнами света и тени, качались на качелях, танцевали, плавали на лодках или принимали утренний туалет, сидя у окна в своей комнате, цвет человеческого тела. Он тоже может вобрать в себя вот эту всю палитру оттенков импрессионистических, светлых и темных, теплых и холодных. Впрочем, дальше импрессионизм, естественно, будет развиваться, потому что любое художественное течение имеет тенденцию к развитию и изменению. Таким образом, импрессионизм начинает перерождаться в не менее интересный стиль постимпрессионизма. Почему импрессионизм начинает видоизменяться? Дело в том, что художникам становится немножечко тесно в рамках пленера, только пленера и только живописи на природе. И художники начинают дальше разрабатывать идею цвета. Так, например, мастера Сера и Поль Синьяк, картину Поля Синьяка, сосна, вы сейчас можете видеть за моей спиной, начинают работать в технике дивизионизма, то есть разделения цветов. Они еще больше развивают теорию отдельного мазка, яркого цвета, и мазок в конечном итоге они начинают сводить к точке. Таким образом, появляется интересная техника пуантелизм. Пуантэ – это точка по-французски. Техника пуантелизма. И вот как раз два французских живописца – Сера и Синьяк – это художники, которые своим творчеством фактически сделали своеобразный мостик, своеобразный переход между классическим импрессионизмом и совершенно новым художественным явлением постимпрессионизма, о котором подробнее я поговорю и расскажу в нашей следующей лекции. Редактор субтитров А.Семкин